Сейчас лето, точнее сейчас весна, но такое ощущение какое-то лето. Я иду проповедовать в этот мир. Ноль, суковый, полушка, осьмушка, медичок, худовичок, наворотничок. Забыл дальше счет. Ноль, суковый, полушка, осьмушка, худовичок, медичок, седьмичок, осьмичок, восьмичок, девичок, десятичок. Все, я проповедую, я монах, я иду по городу, в капюшоник, как отшельник, как монах, отшельник-монах, проповедую. Вот Бог оставил мне корочку хлеба, Бог оставил мне за то, что я знаю счет рыбниковича. Что же я должен сделать, чтобы Бог разрешил мне рисовать на этих стенах пейзажи, изменить город, изменить этот мир. Я пришел в этот мир для того, чтобы сделать из отморозков добрых людей. Пусть они распнут меня, но я выполню твое поручение, Господь. ВК, что это значит, ВК, ВК, ВКонтакте, семь, десять, семь на десять, в будущем ВКонтакте будет сидеть семь на десять, семь, семь дней на десять. Короче, исчисление будет другое, семь дней, короче, там будет больше времени выделить, то есть время изменится, будет не двенадцать на семь, а семь на десять. ВКонтакте, чтобы каждый был посидел, семь часов, десять дней в неделю. Так будет. Ноль. Ссылковый. Полушка. Осьмушка. Минячок. Кудовичок. Наворотничок. Понимает. Видишь, я иду в один, отшельник, меня не понимают люди вокруг. Ноль. Ссылковый. В общем, радио Тихон начинает свое вещание. Вот, смотрите. Древнее извояние Бавилона. Здесь, не знаю, можно ли рисовать, не знаю. Вот это примерно такое чудовище будет выходить из... В апокалипсисе описано, как вот такое чудовище выходит из... Полукрокодил, полубегемот, полу не знаю что, из воды, пожирает людей. Это я вам говорю точно, что будет. Здесь проявляется все, все это проявляется. Это какая-то нехорошая, но внешний свет. Так, что здесь? Древнее извояние. 181 минус... Древний счет древних русов нужно читать. Счет древних русов. 960 минус 181 минус 0. И целковый минус плодовичок. Вот здесь живопись, это, ну, искусство современное, просто брызги сделали. Получилось современное искусство, это неплохо, кстати. Здесь идеально было бы нарисовать пейзаж, наверное, а нет, здесь слишком гладкая стена. Это интересный декор сделали. Красиво. Красиво я здесь, это вообще все обустроено. Вот интересный, покрасиво, интересно. Вот тоже, типа улитки, только там она такая гигантская, не вылезать, а не здесь черепаха. Ну, то есть здесь проявляются эти древние, ну, когда земля зарождалась, ученые, это доказательство того, что земля наша круглая, и что была эволюция. Сначала были вот древние плитки, они здесь остались как ископаемые. То есть вот доказательства, все, ученые доказали. Ноль, целковый, полушка, осьмушка, не понимают. И вот смотрите, из древнего, как эволюция пошла, ученые доказывают, из древнего вот этого, появилась целая вот цивилизация современная, древний целый Вавилон появился. И вот здесь тоже, ну, как бы это музей эволюции, тут вот амеба, здесь тоже какой-то вот, типа змеи, но только она не сформирована еще, вон глаза, глаз, там вот хвост, это под водой еще. А вот уже Вавилонская башня построили, но они все-таки сдают, никто не хочет смотреть, изучать древнюю Вавилонию, древнюю эволюцию. Никто не хочет, кроме меня, изучать. Я могу позвонить им, сказать, я изучаю, изучаю эволюцию, не надо удалять. Здесь, короче, тоже, здесь символ, вот это вот символ человеческого влияния, то есть неестественный свет, вот это, да, здесь не очень, ну, здесь нормальный тоже, что значит, изваяние, вот, видите, древние узоры, вот древние изваяние, где, тут все, 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 все так интересно. Современное искусство, галерея. Вон, ЛР, ЛЦИФЕР, ЛЦИФЕР. Вон, счет древних шизов, 13, станицкие обряды проводят. Давай посмотрим. Вон, ЛР, ЛЦИФЕР, ЛЦИФЕР. Вон, счет древних шизов, 13, здесь уже 13, и ЛЦИФЕР еще написано, видал, видал, а тут персона, женская одежда, ЛЦИФЕР, а вот здесь это тоже изваяние древние, вот ЛЦИФЕР написано. Не будем смотреть там дальше, наверное, ЛЦИФЕР, здесь закрыто, ЛЦИФЕР закрыл женское, это, наверное, он оделся в женское, ну, не знаю, короче, чем хотел, закрыл почему-то, не нравится ему женская одежда, видишь, какие. Ну, здесь ЛЦИФЕР, в общем, где-то, там, вот, 13, и ЛЦИФЕР. Сочи, я проповедник, я пришел в этот мир, сам Котлеров, Рыбникович и прочие с Нибиру меня прислали сюда, с Серой меня прислали. О, давай посмотрим, а, это я уже читал, я тебя люблю, конечно, но как человек ты мне уже не очень нравишься, да, это известная притча древняя, древняя, это, царя Соломона, там, ну, Бетхий Завет, там, это понятно, да, потому что он любил, там, жен, но они ему надоедали. Все время и всегда так, до сих пор так. Вон, банк закрылся, это хорошо, я счастлив от этого. Может, мне стало легче, что банк этот закрылся, а может, он не закрылся. Здесь тоже какие-то извояния, смотрите, вот, что это интересно. Какой-то кристалл древний, наверное, из прошлой цивилизации, там, нажимали, он всякие, экран показывал, там, фильмы показывал, видео, порнхаб. Ноль, цивковый, полушка, осьмушка, пудовичок, медичок. Не понимаете, видишь, никто не понимает, что древних русов. Видишь, видишь, с какими проблемами я садился. А вот тоже здесь пенек, видимо, был, и они залили его асфальтом. Видишь, как эволюция происходит, как закапывают древние извояния. Здесь цивилизация была, они залили бетоном. Здесь, здесь этот изучал древние цивилизации, древние находки, там, чипы в Смоле, там, все такое. Вот современные машины, автомобили, это современное развитие, к чему пришло к такому автомобилю. Вот это чудовище какое едет. Это не автомобиль. Еще древних шизов, не знаешь, бибикает. Здесь где-то был этот, Егор Крид. Он так прыгнул в виде свастики. Он так прыгнул, короче, руки-ноги расставил, как свастика, похоже. Где? А вот Навальный выходит. Навальный идет. С магазина. Че-то нету здесь Егора Крида. Где Егор Крид? Смотри, сколько здесь извояний. Древнеримские, древнегреческие. Просто апокалиптические. Здесь сразу будущее и прошлое смешалось. Воедино. Короче, Егор Крида найдите, там, он потался. Руки, ноги в виде свастики сделал. Очень гениальный ход. Вот это, смотри, какое древнейшая стена. А вот надпись тоже. Древний русский. Древняя это, какая-то вообще, древняя это, античная надпись. Не видно, наверное. Вот. Современные технологии гарнитят с древнеэтичными надписями. Видишь, мясо мамонта. Вот современная это, из будущего технология. Представляешь? Какая интересная это. Пусковые ракеты, наверное, в космос. Там правительство улетело. Правительство на другой планете живет. Не знали, что. Хорошо, что банк закрылся. Легко на душе. Надеюсь, он на себя закроется. Может быть, то, что я ритуалы проводил, там, факт показывал, все-таки подействовало. Шеф. Р. Шефр. Шифр. Шефр. Интересно, что хотел сказать этот древний... Древний испанский художник. Это и надпись. Наверное, его звали так. Шеф. А Р это что? Не знаю. Наверное, Р. Он хотел сказать, что он может проговаривать букву Р. Типа не каждый мог проговаривать букву Р. Ш. Он не шепелявый. Он не как хованский. Р. Он не как Ларин. Шефр. То есть это специальная проверка. Это удивительно. Это когда брали куда-нибудь... То проверяли ребенка, может ли он Ше говорить, Фе и Ре проговаривать. Вот это гениально. Просто я поражаюсь древними... Древними русами. Ну, не русами, но здесь разные были. Проражаюсь. Это вот древняя сетка, которая комаров не пропускает. Ее изобрели еще тысячу лет назад. До сих пор она здесь работает. Вот интересный декор. Посадили, высадили цветы, чтобы красиво было. А это что? Смотри, видишь? Это вообще... Это художник один современный в Америке. Вот такие картины делает огромные. За миллиарды долларов продает. Вот подпись его. Диего. Ди... Ди... Ду-и-и-е-е-е. Е... Ду-и-и-е. Дурак. Ду-и-е. Дурачок. Надпись. Подпись его. Не знаю, короче. Вот такие картины я видел в галерее сельных искусств в Америке. Ну, я сам не был, но я видел картинки, фотографии. Там реально такие картины прям красиво, кстати. И он вообще много пишет так. И он гениальный художник. Так. Ми-ха. Я-н-ба. Люблю. Я-лю-блю. Ми-ха-сь. Ми-ха. Знаете, знак. Я люблю. Ну, короче, это древние люди так на скалах писали. Нормально всё. Следуем. Вот здесь написано. Лох. Я. Вас. Ван. Валд. Ван-дам. Ка. Каша. Короче, здесь интересные иероглифы неизвестного языка. Древние, вообще, древние цивилизации, которая ушла давно уже. Там была сверхразвитая цивилизация. Опять видишь следы древние. Русский космизм. Вот смотри, тоже русский космизм. Как бы ракета летит в космос, покоряет небо, чтобы по правительству там жило. А мы жили вот здесь. Здесь земля. А здесь ракета. Ракета отпускается. Мы живём с хуем во рту, как лохи. А они живут в пиваючках. Это расшифровка древней цивилизации. Она улетела на другую планету. Мы живём вот как бы. Это такая расшифровка, как краткая. Они нам послание отправились. Вы живёте, понятно, чем во рту. Вы лохи, а мы наверху. Ну, на другой планете пара есть. Там рай. И они ещё сделали велигию. В рай попадёшь. Я в рай попаду. Интересно. Нет, не попаду. Потому что... Но... Я к вам обращаюсь там, сверху, в правительство. Я хочу разрисовать этот город. Как вы на это сможете? ВК? Понятно. ВК 12. В 12 часов в ВК будут сидеть люди. Сидят люди в ВК 12 часов подряд. Это уже всё. Мощно, видишь как. Папорти древние. Древние цивилизации. Древний мир. Когда я ещё зарождался. Был бабрами. Это всё музей эволюции. Здесь доказано, что эволюция существует. Что космос существует. Что это. Всё существует. Что цивилизация на другой планете. Это наше правительство. Вот здесь мох. Древний. Всё. Да, бля. Куда я пошёл? Ой, как красиво. Всё цветёт. Здесь растёт. Зелень. Красиво. Так и хочется начать считать. Начать считать ещё древних. Шизов. Ноль. Цилковый. Полушка. Осьмушка. Пудовичок. Сейчас на этот 450 это ноль, целковая, полушка. Осьмушка. Осьмушка. Пудовичок. Цилковый. Осьмушка. Пудовичок. Цилковый номер. Я его запомнил. Осьмушка. Пудовичок. Цилковый. У него номер. это тоже древняя рыба здесь она янтаре запечатлена продают короче все музеи древние эволюции здесь запечатлен концлагерь гитлера диспетч где зажигали людей разном числе из наших солдат всех ненавижу это место ненавижу 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 это место уродливая труба напоминает концлагерь смотрите а здесь что в каком аутсайдер арт это мы моя страничка заходите в каком аутсайдер арта много интересного а это не описал это какие-то древние люди тоже на восьмом этаже того что в общем дуры дуры придурок они ответили придурок короче интересно да и это до сих пор не закрасили это уже существует с моих с пеленок моих ну то есть это с древнего мира еще осталось в каком аутсайдер арт не за внизу не затерли потому что они увидели а вот здесь а вот здесь и не затерли знаешь к чему это может привести вот это вот то что не затерли я художник ищу друга подругу i'm sadly я одинок мне очень плохо а рядом тут сколько золота всякое такое всякие буржуи и это смотри может чему привести вот к чему может привести осторожно нельзя обижать художников этот сайт так тут вообще к 8 к 8 что это значит к 8 х б х в хованский шоу черт возьми даже здесь здесь сюда ходят смотреть хованского видишь бомжатская обделка узел х в короче здесь узел скрутили хованского жестко короче наконец-то расправились вот там вроде ужасно и этот вот труба где зажигают указывая камеру там вышка 5g которое излучение дает на 60 метров все детьми заболеем ужасно это фашисты издеваются над нами лучше лучше вы художником художником не издевались не было бы фашизма вот тоже излучает вот буржуй построил забор я не знаю вообще и слышно меня нет я видишь проповедую буржуй проклятый буржуй там концлагерь вот смотри какой забор построил здесь как-то шла шла педорова я с ножом шел и она побежала но может и не она была я чуть не помню чё она испугалась не знаю нож у меня большой был такой очень большой для разделки мяса не знаю чего она испугалась может это не она была оказалась она оттуда шла своего дома туда я шел что я вроде не говорил ничего про нож я не что ей я ничего и не говорила начать него а может не она была она похожа была не и такая чудовищная короче нормально я даже смутился спрятку нож у меня спрятан был как она она короче определяет телепатически что у человека нож спрятан я еще капюшоне с этим шел она наверно определила что у меня нож здесь лежит но у меня здесь нету сейчас ножа но она тогда телепатически определил что она не чудовищная это насекомоядная насекомоед там из планеты нибиру юртилоид потом мужики ругаются орки орки ругаются часто их а орк ругается за с орксор с орксорчица я чёрт они уже уезжают они вместе уезжают свое поселение орков они там ругаются в машине может автомобильная авария случится мало ли чего может случиться короче когда орксорчится и едет на автомобиле зарубежного в свое орчо поселение всякое бывает там мой рисунок над ним изгаляются вместо того чтобы форсить его здесь вот тоже древний рисунок над которым не изгаляются потому что он нормальный считается здесь это типа здесь классика считается жанра вот а вот тоже это плесень или чё а чё плесень не уничтожают чё они не могут плесень уничтожить но это как бы древнее искусство здесь тоже интересные инсталляции выставили окна называются смотришь в окна это вот тоже какие-то древние древние ковчег ноя древние извояния там сохранились поднялись небо титаник подняли здесь чтобы смотрим здесь какая-то волосня короче много чего здесь хоть вон какие интересные узоры лавочка с древнейших времен там и вон современность неадекватные люди просто неадекватные люди баб с бабкой поругаешься все из-за войны поругался с бабками на нет войне до войне нет войне она говорит до войне о смотрите классический этот шина пиздяков позвонков позвонков позняков смотри шина твоя любимая здесь внутри мусор и растет дерево шин а шина покрашена в золотый цвет позвонков посмотри еще вон дерево зачем это сделали интересно наверно делать наверно это орки просто пилили почему это для познякова на обзор меня тоже на обзор сделаешь когда я спрыгну с крышей за девушку позвонков тебе об обращении сделай обзор на меня скажи он читал позвонкова все с посты прочитал но все равно спрыгнул из-за девушек с крыши 4 этажа скорее всего но это мало надеюсь хватит мне лучше не буду подходить к ним вообще нужно обходить стороной в россии таких ребят потом потом конь ничего себе короче позвонков когда я спрыгнул там я здесь сниму на видео все ты выложи и скажи этот парень читал всего меня все посты твои взять прочитать короче там специально и после этого спрыгнуть и доказать что твои посты не действуют он ты напишешь что это настолько ничтожество что даже читая посты позвонкова он все равно спрыгнул потому что у меня не было крутой тачки она не любила меня вот художник александр аленин александр это мой best friend посмотри на меня самый лучший в тренде тоже на самом деле мне очень грустно я все это несу просто чтобы заглушить сильную грусть нормальные настоящие психологи поймут это это символ мой символ любимый